Вот уже несколько месяцев в доме 29 на улице Парковой продолжается масштабный ремонт. Уже завершены общестроительные работы, строители ведут отделку помещений. Но главное, рабочие усилили фундамент здания, сделав его пригодным для проживания. Дом имеет высокое социальное значение, поэтому окончания работ ждут с нетерпением. В кондиционной стадии работы, думаю, что все-таки к маю мы его сдадим в эксплуатацию и наконец-то выполним наши все задачи по обеспечению квартирами в этом году и врачей, и учителей, ну и сотрудников правоохранительных органов. Не утихает работа в жилом комплексе «Горизонт», а ведь еще некоторое время назад строительство было почти остановлено из-за финансовых трудностей компании-застройщика. Сегодня проблему удалось решить, и на объекте вновь слышен шум строительной техники. На площадке работают 42 человека, а в ближайшее время запланирован выход каменщиков. В связи с тем, что у нас продажу уменьшили и банки отказали нам в кредитах, мы наконец нашли инвестора, который сейчас инвестирует и оплачивает материалы, финансирует этот объект. Мы планируем сдать дом, три дома с подземной парковкой на 234 машин на место в июне месяце. Однако контроль ведется не только за строящимися объектами, но и за уже работающими, особенно если они имеют социально важное значение. Так уже открыт после ремонта старый корпус детского сада «Колокольчик» в микрорайоне Чкаловский. Дети уже посещают комфортные и теплые группы. Алексей Валов осмотрел здание и сделал ряд замечаний подрядчику. Сделали ремонт. Как бы хорошо, но оценку надо ставить реальную, а не завышать ее, чтобы у людей присыпалось чувство здорового профессионализма, к тому, чтобы эти недостатки устранить и, соответственно, эстетику привести в належащее состояние. А вот пристройка к школе в Медвежьих озерах пока только в начальной стадии строительства. Шаг за шагом постепенно ведется строительство пристройки к школе в Медвежьих озерах, рассчитанной на 275 мест. Работы ведутся в рамках программы образования Подмосковья. На площадке трудится 17 человек и 5 единиц техники. Сейчас ведется заливка фундамента и вязка арматуры. Там работы идут плановые. Я думаю, что в указанные строки, установленные строки, школу тут сдадим. Дарья Соснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.